Нередко можно услышать такую печальную историю. Купил я чудо фотик, кучу объективов, штатив, прошел курсы, делаю все, как учили в фотошколе, печатаюсь в лучшей лаборатории. А получается, что там получается не так уж и важно, просто невдомек человеку, что всякую мелочь нужно учитывать. Например, использовать качественный откалиброванный монитор, если хочется получить результат, как у Хельмута Ньютона или там Анри Картье Брессона. Монитор SW2700PT компания BenQ позиционирует как оптимальный вариант для пользователей, постоянно работающих с фотографиями и графикой. И не надо считать такие устройства буржуйской блажью, это действительно другой уровень. Если вы считаете себя опытным, а тем паче профессиональным фотографом, то вас не запугать терминами вроде 99% охват цветового пространства Adobe RGB, 14-битная трехмерная таблица пересчета цветов или не превышающий двух показатель Delta E. Естественно, мы не зря перечислили эти характеристики. Все они есть у этого фотомонитора. В первом случае вы получаете максимальный цветовой охват. Грубо говоря, картинка будет выглядеть более естественной. Главное не забыть во время съемки перевести фотоаппарат в соответствующий режим, как это делает герой рекламного ролика BenQ. Трехмерные таблицы, реализованные на аппаратном уровне, гарантируют те самые 99%, а заодно повышают точность калибровки. Наконец, показатель Delta E говорит нам о том, что даже сверхзоркий человек не сможет различить на экране монитора соседние оттенки цвета, настолько незаметен переход между ними. Вы скажете, все это хорошо, охват, таблица, Delta, но ведь чтобы добиться качественной цветопередачи, монитор придется калибровать, либо самому, либо вызывать профессионалов. А это время, деньги. К счастью, все гораздо проще. Мониторы SW27 уже прошли заводскую калибровку. Доставайте из коробки и смело используйте. Условия, в которых калибровался экран и результаты проделанной работы прилагаются. На сборку монитора уходит минимум времени. Все крепления просты и одновременно надежны. Можно собирать едва ли не вслепую. Все порты и разъемы разместили сзади. На левом ребре два USB-гнезда и слот для SD-карт. Аппаратные кнопки снизу справа. BenQ SW27 имеет плавный механизм регулировки высоты. Поднять монитор чуть выше можно буквально одним пальцем. Еще пара движений и экран занял идеальное положение. А еще монитор можно легко повернуть на 90 градусов или установить антибликовый козырек. Идеальное решение для неидеальных рабочих мест. Попробуйте отгадать, что это за странное углубление. Люди творческие, конечно же, здесь могут проявить свой креатив. На самом деле это выемка под внешний блок управления. В определенных случаях такой вариант будет гораздо удобнее, чем аппаратные кнопки монитора. Теперь о главном. В BenQ SW27005 используется 27-дюймовая IPS-матрица с соотношением сторон экрана 16 к 9, разрешением QHD и матовым покрытием. Придраться к характеристикам будет весьма и весьма сложно. Углы обзора, равномерность подсветки, а уж тем более всякие там яркости, контрастности цветопередачи здесь отменны. Да и время отклика у SW27005 неплохое. Поретушировал, можно и поиграть. Напоследок еще пара слов о калибровке монитора. Тем, кто исповедует профессиональный подход, BenQ предлагает воспользоваться специально разработанной утилитой. Это значительно упростит и ускорит процесс, а самое главное, сделает калибровку максимально точной. Ведь опытные пользователи учитывают в своей работе все, включая внешнее освещение. Как мы любим повторять, практически в каждом ролике идеальных устройств не бывает. Если говорить об NQ SW2700, то, к примеру, можно посетовать, что наилучшие результаты настройки здесь достигаются только при использовании специальной утилиты и ограниченного числа калибраторов. А коль мы решили строить из себя великих дизайнеров, то хотелось бы еще и рамку монитора поизящнее. Во всем остальном монитор выполняет свою работу на отлично. Купив SW2700, в Ричарда Авидона вы не превратитесь, но удовлетворение от результатов собственного труда получите гарантированно. Подписывайтесь на канал GeektoTheFuture, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и не забывайте будущее в наших руках!